привет всем привет привет мы снова вместе снова на моей кухне сегодня значит опять сейчас мы будем готовить что-то вкусное что-то полезное то что приведет вас здоровью и стройности в стройной фигуре зовут меня наталья кто еще со мной не знаком я специалист в области питания специалист по снижению веса сама похудела на 42 килограмма помогла похудеть своей семье своему мужу он у меня сбросил 30 килограммов худела я совершенно без диеты на вкусном сбалансированном питании спортом я не занимаюсь и сейчас рассказываю вам и вообще в принципе своим клиентам учу как можно снижать вес не соблюдая никакие диеты питаясь вкусно и сбалансированно и каждый раз когда мы на моей кухне вместе с вами что-то готовим я сделала себе уже чашечку кофе вы знаете так бывает не знаю может быть люди которые есть такие люди которые питаются строго по меню то есть возможно для некоторых это выход когда готовое меню все полностью рассчитано она подходит такой вариант питания подходит тем людям которые не могут контролировать себя до у которых сильно пищевые привычки скажем так управляют людьми да то есть не могут контролировать аппетит и так далее таким людям если они хотят снижать вес им конечно нужно питаться по меню по составленному меню где все уже просчитано рассчитано и человек скажем так выполняет как назначение врача то что у него в меню написано я знаю как питаться и у меня разумный подход к питанию вот допустим я вчера думала думала долго что же я хочу на завтрак что же мы сегодня с вами приготовим такое вкусненькое и составила некоторые планы да у себя в голове что мы будем с вами сегодня готовить но дело в том что я сегодня утром проснулась и я поняла что то что я придумала вчера мне совершенно не хочется сегодня утром до женщины мы такие меняем свои решения на самом деле это свойственно любому человеку я думаю что здесь в этом нет ничего криминального потому что не всегда хочется того что запланировано напишите мне всегда ли вы придерживаетесь планов питания составляете ли вы меню на следующий день с вечера очень интересно как вы подходите к вопросу вообще питание или едите хаотично вот открываю утром стою подхожу открывал холодильник что там вижу то и ем либо же продумываете свое питание заранее я как сейчас очень хорошо помню когда в детстве я еще жила с родителями сейчас мне уже 41 год но когда я жила с родителями я очень помню как мама говорила боже как это надоело и гримом что тебе надоело сейчас одну секундочку волосы выбились из-за куб ползает у меня мама моя горела боже как это надоело берем мама что тебе надоело нагреть надоело каждый день каждый раз придумывать что приготовить семье я тогда не понимала говорю мама а у мамы лежала книга прям на тумбочке в спальне лежала книга как сейчас помню в таком коричневом переплете ну советские книги они же там не красочные были вообще без единой картинки такая толстая называлась тысяча и один обед на каждый день вот вот так она называлась тысяча и один обед на каждый день и видимо мама она перед сном листала искала идеи что же что же приготовить нашей семье на завтра да такие кстати подсказки на самом деле нужны питаться можно очень правильно сбалансировано но при этом подсматривать меню не обязательно придерживаться жестко прям какого-то меню да у меня есть меню конструктор составлено это меню конструктор доступно для приобретения любым из вас прелесть этого меню конструктора в том что я сама им пользуюсь когда нету идей когда ты не понимаешь что тебе хочется я беру свою книжку не у конструктора но большое красочно и просто листаю варианты потому что я составляла очень много меню я же проводила раньше марафоны программы групповые по снижению веса и меня очень много накопилось готовых уже меню составленных сбалансированных просчитанных по калорийности и так далее и когда у меня нет идей я просто открываю какое-то меню и листаю выбираю идеи чтобы мне захотелось напишите пожалуйста как вы составляете свой рацион питаетесь либо хаотично либо же ищите где-то какие-то идеи подсказки либо же готовите все заранее что мы с вами приготовим сегодня будем как обычно готовить что-то вкусное полезное и разговаривать на темы о снижении веса о выборе продуктов и буду отвечать на ваш вопрос так ребята я извиняюсь волосы меня прям беспокоят кстати почему беспокоят волосы под стриглой сходила вчера раньше у меня волосы вот так были длинные а мне уже не поднадоели я решила волосы подстричь сходила в парикмахерскую но теперь они плохо держатся в заколке сейчас подкалю на кухне всегда подкалываю волосы потому что они в принципе мешают и готовить мешают могут попасть в пищу и вообще просто жарко на кухне реально когда готовишь жарко поэтому волосы я всегда подкалываю вверх вот чтобы они мне не мешали готовить так что мы сегодня приготовим ну во-первых чашечку кофе до не могу начать с утра без кофе уже я не знаю это привычка или ритуал какой-то напишите пожалуйста что вы любите больше всего а чай или кофе что вы пьете по утрам потому что люди делятся вот на как манов и на чай манов наверное называется правильно на тех кто предпочитает и чай с утра что же любите вы мне прямо очень интересно я пью кофе у меня чаще всего пониженное давление это случилось после снижения веса раньше у меня было повышенное давление сейчас у меня давление пониженное и в принципе кофе с утра он меня бодрит и как-то до завтрака и кофе хотя некоторые специалисты не рекомендуют пить кофе натощак потому что у кого есть проблемы с желудком гастриты кофе достаточно агрессивный напиток и некоторые специалисты не рекомендуют употреблять его натощак а диетологи они еще и не рекомендуют употреблять кофе натощак из-за того что он снижает аппетит то есть утром только не принимайте это как инструкцию к действию утром если вы пьете кофе натощак перед завтраком действительно вам будет хотеться меньше есть через 15-20 минут вы не съедите свою порцию чаще всего поэтому хотите здоровый аппетит будьте осторожны с кофе но принципе процессе снижения веса кофе нам помогает кофе с сыром с утра люблю елена нам пишет это классно да мне тоже нравится кофе с необычными солеными вкусами я сейчас вернусь к этому расскажу только что в принципе в процессе снижения кофе нам помогает даже многие препараты которые способствуют снижению веса включают в свой состав кофеин но он так воздействует на наш организм что он снижает аппетит да есть хочется меньше но пожалуйста не заменяйте нормальные приемы пищи чашкой кофе это прям очень плохая привычка потому что кофе он на самом деле обезвоживает наш организм и по-хорошему на одну выпитую чашку кофе мы должны восполнить водный баланс выпив сверху еще две чашки воды ну то есть я не имею ввиду сверху то есть выпил кофе и потом тут же две чашки воды но в течение там допустим часа получаса мы должны восполнить этот баланс и выпить еще две чашки воды то есть если вы пьете в день три чашки кофе то вы помимо своей обычной привычной нормы по воде должны выпить еще сверху 6 чашек воды ну то есть это как бы как рекомендует нам медицина но я пью по жажде я допустим не ориентируясь на норму воды и в данный момент нормы воды что отвлекаюсь на ваши сообщения я сейчас не придерживаюсь никакой нормы воды и принципе давно на это перешла почему потому что ассоциация диетологов сейчас не называть никакую норму по воде пить нужно по жажде единственная норма которая нам подходит это чувство жажды слушайте свой организм ориентируйтесь он всегда вам подскажет вы же наверняка замечали когда вы съели более что-то соленое вам пить хочется гораздо больше чем в обычной ситуации если на улице жарко вы потеете у вас жидкость выходит с потом вам пить хочется больше если вы пошли в баню там тоже пропотели или в спортзал там пропотели вам пить хочется больше ваш организм он сам подскажет сколько ему хочется пить если вам пить не хочется можете не пить потому что мы получаем воду не только выпивая простую чистую воду с тем же кофе с супами с отварными гарнирами с гречкой с макаронами и так далее потому что при варке они впитывают в себя воду и мы ее все равно поглощаем вместе с пищей с подливами различными с фруктами с овощами там 95 процентов воды поэтому наш организм получает воду еще и из таких источников но помимо этого человек который худеет и вообще в принципе любой человек да у нас образуется еще внутри называемая эндогенная вода то есть вода которая жидкость можно так сказать которая образуется у нас процессе биохимических реакций в самом организме даже при расщеплении жировых отложений у нас выделяется в том числе вода кстати очень интересный вопрос я не знаю знаете ли вы но сейчас вам точно расскажу если вы не знаете но хочу проверить сразу знаете ли вы об этом куда уходит жир когда мы худеем вот смотрите я похудела на 42 килограмма куда он ушел знаете вы или нет напишите мне прям очень интересно вот мы худеем куда куда уходит жир как как он выходит из нашего организма как вы думаете я пока сделаю пару глотков кофе сейчас выпьем кофе и начнем с вами уже готовить жду ваши ответы я знаю что вы у меня всегда активные всегда со мной беседуете мне это очень нравится прямо с вами пообщаться если не знаете просто напишите я не знаю мне будет понятно что вы меня слышите и вы просто не знаете признаться в том что ты чего-то не знаешь это не стыдно до стыдно строите себя наоборот всезнайку который знает все и всем доказывает что вот пишет человек в туалет в под то есть выходит с испражнениями и через под так приняла ваш ответ спасибо кто еще есть варианты ответов куда уходит лишний жир лишний вес из нашего организма скажу вам честно когда когда-то когда я сама начинала снижать вес я этого не знал но я же потом училась в московской академии специалистов индустрии здоровья и питания и я узнала все и узнала очень много и я была просто удивлена я была просто в шоке как же мы ходим через мочу то есть такой ответ то есть вижу что уже два человека считают что с испражнениями и потом уходит из нас лишний вес я пока пью кофе жду ваши ответы кстати кофе я люблю варить вообще я пью натуральный кофе но я его ленюсь варить просто мне лень у меня есть несколько турок этим занимается муж если ему не лень он сварит нам кофе или если я его попрошу но когда я делаю сама я просто делаю мелкий помол кофе и заливаю его кипятком и даю постоять некоторое время у нас есть друг знакомый ну скажем коллега моего мужа он производитель кофе у нас местный обжарщик здесь в беларуси эксперт по кофе он достаточно известный такой вот так мы я узнала что оказывается кофе когда завариваешь его не надо размешивать это ошибка что насыпаешь кофе завариваешь его кипятком да можно так заваривать в чашке если тонкий ли это помог и не надо его размешивать нужно дать кофе постоять девять минут то есть почему такое 9 не 10 и 8 надо у него спросить я как-то об этом не задумывалась дать постоять кофе именно вот завариться под этой как он говорит коркой потому что когда мы завариваем образуется как как кофейная корка может быть я что-то сейчас путаю я не эксперт по приготовлению кофе но он вот так вот говорит что нужно делать может и что-то не так нет я помню тогда и потом только размешать это даже называется сломать кофейную корку вот такая прикольная штука и потом кофеинки они оседают полностью на дно вам видно видно вам нет вот там гуще у меня внизу и сверху кофе так что я смотрю короче рассказываю вам в двух словах вы будете в шоке реально когда мы худеем основную массу нашего жира мы просто выдыхаем серьезно да да в процессе как когда мы худеем наш жир он расщепляется преобразуется и можно сказать что мы он сгорает отдает свою энергию и с углекислым газом большую часть там 70 процентов мы просто выдыхаем вы представляете а потом уже конечно часть выходит с мочой с потом вы правильно написали вам большой лайк моим дорогим кто написал кто знает кто в этой теме но большую часть мы просто выдыхаем я была в шоке если бы можно было так взять и все свои лишние килограммы просто сдуть из себя да выдохнуть из себя но вот такой факт реально который вы теперь тоже будете знать что мы выдыхаем наш лишний вес ну скажем не сам лишний вес а уже когда пройдут биохимические реакции в нашем организме да вот рена пишет никогда бы не подумала я тоже не подумала но действительно если вам интересно можете еще где-то загуглить поискать в интернете и вы увидите что действительно это так найдете этому множество подтверждений потому что все знают а я не знала допустим да вот полные люди наверное не задумываются об этом но это так и есть так что вас интересует спрашивайте у нас сейчас пока я пью кофе есть возможность пообщаться я могу ответить на ваши вопросы по питанию кстати хочу сказать вы замечали или нет что наш аппетит наше питание оно очень связано ну не хочу сказать с нашим настроением но в том числе да все таки подвластно каким-то переживанием нашим гормональным всплеском в организме которые сказываются и на настроении в том числе да нашим телом управляют гормоны как ни крути от этого зависит практически все у нас какие гормоны сейчас активны те нами и управляют и аппетитом и настроением и так далее и хочу сказать что девушкам женщинам вот такая проблема очень знакомо период перед критическими днями перед менструацией у нас повышается аппетит ну помимо того что меняется настроение это понятно ну вот я расскажу действительно про себя вот когда у меня остается там допустим неделя 6-7 дней до менструации до начала цикла все это держите меня мама дорогая я могу есть все что не приколочено во первых у меня задерживается жидкость в организме в период менструации девушки женщина способны задерживать до двух килограммов жидкости в организме и я вам просто советую рекомендую даже не взвешивайтесь в этот период потому что это вас демотивирует двигаться дальше снижать вес дальше ваша задача питаться на свою норму калорийности даже если вы взвесились и увидели что вес у вас поднялся продолжайте делать все то же самое это не значит что так что то пошло не так надо урезать калории надо отказаться от того от всего вы делаете только хуже это просто задержка жидкости она свойственна 80 процентам женщин смело до двух килограммов задерживается жидкость появляются отеки появляется лишний аппетит сейчас открою балкон мне очень душно стало выпила кофе горячий открою балкончик чтобы свежий воздух пошел у меня здесь на кухне прямо напротив балкон я с вами разговариваю и иногда посматриваю прямо там вот у меня вид деревья значит так я вам рассказывала во время менструации во время месячных у нас повышается аппетит кто с этим знаком кстати напишите есть такая проблема или нет но я знаю что она есть сто процентов даже не то что по себе и по своей дочке и по своим родственникам но по своим клиенткам первую очередь с которыми я работаю которые не знают как решить эту проблему решить ее очень просто просто но нужно тем кто следит не только за калорийностью рациона но следит еще и за за этим составом бжу то есть отслеживает нормы по белкам жирам и углеводам нужно поменять немножечко схему если вы придерживаетесь там допустим 50 20 30 ну то есть 50 углеводов 20 жиров 30 белка то ее можно немножечко сместить добавить больше белка и больше углеводов но смотрите нужно схему менять пробовать как но я скажу по себе я не могу именно на сладкое меня тянет просто катастрофически тянет на сладкое сейчас выключу приглашение не приглашайте меня к себе в эфиры я не хожу к другим в эфиры до этого не веду тянет на сладкое нужно просто научиться готовить низкокалорийные сладости их много рецептов у меня на канале здесь тик ток на моем канале прощай excel на ю тубе ссылка на канал есть в шапке профиля и много рецептов у меня в контакте на страничке зовут меня наталья самсонкина кому интересно найдите посмотрите меня это выручает я не запрещаю есть себе сладкие в этот период сладости просто готовлю их низкокалорийные и придерживаясь своей нормы нормы калорийности если я у день если я на поддержание веса то я просто визуально ориентируюсь сколько я ем и что или так я сейчас посмотрю что у нас за вопросы были отвечу да кстати я помню кто-то из нас елена никто до писали что любит кофе с сыром я не знаю я вообще кофе со сладостями в принципе не очень люблю для меня лучше всего съесть выпить кофе с бутербродом допустим с соленой рыбкой могу селёнка да действительно мне вкусно я люблю питаться вкусно так как нравится мне они так как нужно там кому-то я знаю как нужно я все умею в этом плане про себя я все знаю и я ориентируюсь на свои вкусовые ощущения я люблю кофе да с кусочком сыра он тоже солененький да я люблю с бутербродом с красной рыбкой кофе выпить я люблю вот с чем-то таким скажем не сладким мне сладости десерты не нужны с кофе сладости десерты ем постоянно в каждый прием пищи серьезно я питаюсь пять раз день 45 но сейчас чаще четыре летом то есть завтрак потом обед потом перекус и ужин каждый прием пищи я ем сладости в каждую я неисправимая сладкоежка сладости нужно есть на десерт после основного приема пищи так я лично и в принципе так и рекомендую диетологи и остальные тоже тем кто любит сладости вы получаете психологическое удовольствие комфорт от питания называется это сладкая . то есть чтобы завершить прием пищи вам нужно поставить точку эту точку можно поставить каждый своя может быть . у каждого человека но вообще чаще всего это горячий напиток завершает действие приема пищи либо же сладкая . то есть если я после еды не выпью горячий напиток и не съем что-то сладкое я не чувствую что я уже полноценно поел я буду еще искать что-то еще поэтому я пью кофе после еды я съедаю какую-то сладость небольшую и все и я себя чувствую замечательно так скажите пожалуйста можно ли пить газированную воду ну смотрите нужно различать какую газировку вы пьете газированные напитки содержит очень много скрытого сахара смотрите состав газировки вот такие сладкие лучше не употребляйте это раз во вторых даже если газированная вода написано 0 калорий то есть она на подсластителя она все равно разжигает аппетит если вы такую газировку попьете 0 калорий вот человек худеющий да он купил газировку и думает что все нормально мне жарко я иду на улице я хочу попить газировку куплю вот там какие-то газированные напитки без калорий zero 0 калорий сейчас выпускают пьет эту газированную воду и на него нападает просто зверский аппетит почему потому что эта газировка вызывает повышенный аппетит из-за сахара заменители которые в ней содержатся сахара заменители можно употреблять пищу в тот прием когда были другие углеводы чтобы не было вот этого вот этой тяги потом повышенного аппетита поэтому осторожно с газировками если вы имеете ввиду можно ли пить простую газированную воду минеральную можно почему же нельзя опять-таки же читайте они бывают лечебно столовая там обогащенная какими-то минералами разными не какими-то разными каждая минеральная вода она по-разному действует нашем организме будьте осторожны прямо вот смотрите на часто на минеральной воде написано а при каких заболеваниях ее нельзя употреблять при каких заболеваниях ее можно то есть читайте этикетки научитесь читать этикетки вам станет проще жить и в принципе проще снижать вес кушала сельдерей в большом количестве похудела на 10 килограммов одну секундочку пришел который хочет попить я ему передала кушала сельдерей в большом количестве похудела на 10 килограммов естественно вы похудели но вы похудели никак не из-за сельдерея а из-за дефицита калорий нету никаких супер продуктов которые целенаправленно вы можете есть и при этом снижать вес исключительно из-за этих продуктов то есть нету никаких супер фудов которые решат вашу проблему с лишним весом все это байки венского леса как говорится вы худеете из-за дефицита калорий и никак по-другому только это работает кофе я допила сейчас мы с вами будем готовить еще гляну если есть у нас какие-то вопросы вопросов пока нет так что мы будем готовить так вот вчера я придумала какой я хочу завтрак сегодня я проснулась и все передумала по-другому и я поняла что я не хочу тот завтрак который я придумала вчера поэтому я придумала другое что мы будем готовить мы сейчас сделаем блинчики с ягодами я вчера ходила на рынок сейчас самый сезон купила малины купила голубики купила вкуснейшие сливы включайте их в свой рацион ягоды фрукты кстати это один из мифов люди худеющие говорят что фрукты есть нельзя избегают употребления фруктов в пищу боятся фруктозы что там много сахара очень много людей пишут мне в комментариях что бананы нельзя виноград нельзя то нельзя все нельзя вот такие списки чего нельзя все можно помимо того что фрукты имеют фруктозу в своем составе да там приличное содержание фруктозы они еще имеют и всякие полезные для нас микроэлементы витамины минералы просто если вы контролируете свое питание и укладываете свою ежедневную норму по калорийности можете есть фруктов сколько хотите и вообще в принципе всемирная организация здравоохранения рекомендует нам ежедневно употреблять от 600 граммов фруктов и овощей ежедневно из них 150 граммов фруктов минимум и остальное овощи минимум это не значит что можно ограничить то есть минимум мы должны съедать день 150 граммов фруктов и дальше овощи если вы будете больше чем 600 граммов съедать в день будет только польза вашему здоровью кстати кто не знал витаминов и микроэлементов в виде минералов больше в овощах а не во фруктах овощи есть выгоднее почему потому что там они богаты по составу больше чем фрукты вот этот миф который люди многие заблуждаются если человек заболел да что ему несут в больницу апельсинки там называют фрукты какие-то соки нет я не ношу у меня вот свекров как-то заболела зимой она болела ковидом лежала в тяжелом состоянии больница она просила конечно соки и хотелось все но в принципе больным людям больницу не несите фрукты соки несите овощи найдите те овощи которые ваши болеющие любят больше всего они принесут гораздо больше пользы потому что в них содержится витаминов больше но нету вот этого излишнего сахара я понимаю что фрукты для нас просто вкусненькие овощи скучно нету людей я не встречала людей которые прям любят морковку вот они едят ее хрустят ей и прям класс обожаю морковку купите мне два килограмма морковки там если в больницу или куда таких людей я не встречала но объективно хотя бы можно смешивать покупать соки фруктово-овощные даже морковка с яблоком или там есть сейчас очень классные овощные вкусные соки продаются я уверена что у вас тоже магазинах они есть там все там и тыква и сельдерей и свекла там всяких 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 овощей намешано в этих соках такой сок будет полезнее в нем будет сахара меньше но фрукты мы не исключаем и если вы любите сладкие фрукты тоже пожалуйста ешьте спокойно одну порцию 150 граммов в день это минимум который вы можете себе позволить а можете и побольше но тогда смотрите если вы следите за углеводами съели в день побольше фруктов вот сейчас сезон и мне действительно хочется больше фруктов я ем больше фруктов соответственно я урезаю немножко другие привычные углеводы меньше хлеба меньше крупы меньше углеводов меньше макаронов то есть получается я получаю свои углеводы из фруктов они мне сейчас вкуснее это на летний период когда начнется начнутся холода начнется осень зима мне захочется есть более плотную более насыщенную пищу я себя прекрасно знаю тогда я буду есть опять меньше фруктов больше других углеводов но баланс углеводов в организме я все равно буду поддерживать можно ли арбуз спрашивать да конечно арбуз можно почему же нет его калорийность всего лишь 25-30 килокалорий это низкокалорийный продукт который богат водой в том числе да вот мы говорили в начале сегодняшнего эфира что воду мы получаем и с другими продуктами арбуз вас прекрасно будет насыщать еще по воде ваш организм плюс он сладенький он вкусно калорийность его небольшая только нужно знать меры не ешьте арбуз натощак арбуз провоцирует аппетит принципе как и другие любые фрукты если вы их едите натощак будьте готовы что у вас через полчаса разыграется аппетит не по-детски поэтому любые фрукты употребляйте на десерт теле основную еду можете сразу можете через 15-20 минут есть какое-то фруктовое блюдо либо же сочетайте фрукты чем-то еще как сегодня мы приготовим сейчас классные блинчики с ягодами вот ягоды вообще круче даже чем фрукты потому что ягоды всегда ниже по калорийности клубника сладкая на вкус сладкая в ней всего лишь 30 килокалорий голубика сладкая на вкус сладкая в ней всего лишь 32 килокалорий малина кисло-сладкая не такая сладкая казалось бы но мне 52 килокалорий чё за парадокс я не понимаю ягода более сладкая на вкус но в ней углеводов меньше калорийность меньше ягода более кислая но в ней больше углеводов и по факту все равно больше сладости но все равно 30 50 килокалорий это очень низкая калорийность поэтому на завтрак можно спокойно сделать блинчики как мы с вами сейчас делаем полезные вкусные не просто пустые блинчики из муки сделаем полезные блинчики и добавим еще вкуса в виде ягод и добавим в виде ягод клетчат но клетчатку можно кстати в блинчики добавлять еще и дополнительно просто так будет только польза что мы будем делать из чего мы будем готовить блинчики я буду использовать овсянку мне нравится овсяные блины если вы хотите сделать тонкий блинчик такой знаете красивый тоненький блинчик то делайте на молоке если вы хотите сделать пышный овсяно блин или риса блин там делайте на кефире и добавьте немножечко соды и будет у вас прям такой пышный пышный блин как оладушки можно кстати выпекать в виде панкейков идеи этой идеи и я ей воспользуюсь так овсянку я беру овсянку я беру долгой варкой это я наклонялась брала свою помощницу я использую можете заранее раньше я делала так я брала овсянку сразу ее овсянку долгой варки хлопья которые продаются где написано 15 минут варить я брала сразу килограмм в кофемолке перемалывала и у меня хранилась мука но потом я перестала так делать потому что чаще всего мне хочется не сладкий овсяно блин и чтобы прямо эти вот овсянка в нем так похрустывала то есть оставалась такой плотненькой поэтому я ее не перемалываю добавляю туда сыр и получается очень вкусно мы как-то готовили с такой завтрак в прямом эфире а сейчас мне хочется ягодный блин нежный пышный и поэтому я овсянку сейчас буду перемалывать но я не буду заморачиваться перемалывать в кофемолке отдельно овсянку сейчас покажу как я это сделаю как я это сделаю я это очень просто я беру свой блендер можете погружной что у вас есть него он оказывается включен было меня только поставила чашу и он завелся я беру блендер сейчас я посмотрю что вы там не пишите и мы продолжим если мясо не хочется летом чем забинить чтобы суточную норму набрать белковых продуктов огромное множество разделяйте белок растительный и белок животного происхождения вообще в идеале нам нужно есть 50 процентов растительного белка и 50 процентов животного ежедневно чаще проблема бывает такая что мы наоборот перебираем животный белок и не добираем растительным но если вам не хочется мясо значит добирайте норму растительным белком ну кстати и животный белок это не он содержится не только в мясе что вообще за белковые продукты это птица это мясо это рыба это белок яиц это творог богат вообще белком там 18 20 граммов белка на 100 грамм продукта прекрасный продукт до творог потом в сыре содержится белок ну помните сыр опасный продукт потому что 50 процентов белка 50 процентов жиров за это у него высокая калорийность как бы он еще и жиры содержит точно так же и в растительных некоторых источниках белка допустим орехи содержат 50 процентов белка и много жиров тоже будьте с ним осторожны бобовые белок есть ценный полезный у нас в крупе 13 граммов белка на 100 граммов гречки допустим да но сухой гречки то есть вы не съедите норму белка не доберете ее гречкой я добираю норму белка добавляя соевый протеин в приготовление своих блюд вчера мы с вами готовили кабачковые оладушки на слоевом протеине прекрасные вкусные кто не видел да кстати эфир я еще не загрузила сегодня загружу на свой youtube канал свои эфиры прямые что мы готовим а я потом загружаю на youtube канал и вы можете посмотреть их в записи канал называется прощай excel худей с натальей самсонгины ссылка на мой канал есть в описании профиля здесь можете зайти и перейти потом подписаться на канал и посмотреть эфиры добавляйте протеин просто для вас будет выход для тех людей кто объективно не добирает норму по белку свою протеины это выход но протеины опять таки же нужно различать есть протеины для набора веса есть протеины для снижения веса нам подходят два протеина которые называются соевый изолят и казеин вот эти два продукта они долго усваиваются в нашем организме долго держат чувство сытости и из-за этого мы худеем то есть мы меньше по факту едим когда едим соевый протеин ну соевый это использую я есть гороховый протеин тыквенный даже протеин из спирулины из водорослей то есть растительные протеины именно они долго держат чувство сытости поэтому вы вот так можете набирать свою норму по белку кстати соя любые соевые продукты богатый белком я еще часто использую готовлю соевое мясо гуляш там всякий вот такой вот у меня дочка любит такие штуки напишите кому знакомо что такое соевое мясо как оно выглядит соевый гуляш пишите знаете или нет если не знаете покажу он у меня дома есть покажу как это выглядит так я приступаю к готовке завтрака как обычно как всегда все я записываю свой супер блокнотик потом просчитаем насколько калорий получился у меня завтра будем делать овсянка овсянка насыпаю хлопья в свой измельчитель давайте немножко поверну вот так вот чтобы было видно как я буду готовить мне достаточно будет 30 грамм будет достаточно но я уже пересыпала и сейчас я отберу ладно сделаю 40 сделаю 30 граммов овсяных хлопьев и добавлю туда тоже ложечку протеина я все взвешиваю на весах это уже привычка меня это не парит абсолютно все 30 граммов сразу туда нужно добавить немножко сольки я сделаю не сладкий блинчик а потом добавлю просто можно добавить сладкий соус к нему и добавить добавить ягоды либо же сладкий соус какой-то я возьму кефир и яйцо кефир у меня полтора процента яйцо диетическое яйцо диетическое яйцо диетическое категории сегодня такое я вчера купила ой какое классное яйцо боже я таких яиц давным-давно не встречала насыщенно оранжевый желток прям огонь я не знаю вам будет видно прям желтый-желтый не бледная красота так 52 грамма яйцо 52 грамма сейчас я добавлю немножечко отылинчика соевого кто не видел я покупал больших пакетов по килограмму и добавляю вот еще он такой вот как мука сделаем пышные полезные оладушки панкейт скажем так 10 граммов я добавлю свою порцию и теперь я использую полтора процента 60 граммов кефира конечно рецепт я потом вам опять продиктую посмотрим как все получится и рецепт я вам продиктую обязательно в конце еще раз повторю так что у нас есть овсянка протеин яйцо кефир разрыхлитель нам нужен иначе блинчик будет не выше тем временем я уже включу сковороду чтобы она была горячая да мы на горячую сковороду будем выливать буквально не переборщите с разрыхлителем пол чайной ложечки без верха будет достаточно и сразу же все загружаю вот сюда в блендер и ставлю промололться до однородности скажем так я так думаю что мне наверное кефира возможно понадобится больше сейчас проверим почему кефир не записала кстати почему я думаю что возможно понадобится больше потому что если вы добавляете соевый протеин он очень гигроскопичен то есть он впитывает в себя 6 раз больше влаги чем собственный вес то есть ваше тесто может стать очень таким густым с протеином поэтому вчера мы готовили оладушки кабачковым добавляли протеин и он прям загустил нам тесто это я готовила в прямом эфире а потом вечером приехала моя дочка с дачи и она тоже захотела оладушки я готовила вообще без добавления муки только кабачок протеин и яйцо прям на ужин то что нужно и белок и клетчатка все что полезно так ну в принципе это я жду загустеют они загустеют чтобы такое знаете тесто когда очень сильно густое надо тоже смотреть чтобы оно пропеклось и тем более я жду пока у меня сковорода подогреется тоненьким тоненьким слоем я смазываю сковороду использую как обычно ликоновую кисточку для этого делаю так ну что попробуем может быть даже сделать с вами оладушки попробуем сделать в виде оладушек в виде танкелька посмотрим как это у нас сейчас получится такие почему я говорю полезные здесь мы не использовали муку высшего сорта мы использовали овсянку долгой варки то есть это длинный углевод а он немножечко дольше действует в нашем организме то есть у него длинная молекулярная цепь которая расщепляется дольше чем мука высшего сорта соответственно насыщение дает нам на более длительное время жарить лучше всего на небольшом огне чтобы они успевали пропекаться вот они так у меня красиво запузырились я сейчас переключу камеру и вам покажу что я как доску это не прогревается а оладушки они как вот пузырятся смотрите такие появляются пузырчики на них это из-за того что мы добавили разрыхлитель и вот эти еще не прогрелись а этот уже первый я выкладывала и появляются такие зыри можно их кстати сейчас закрыть крышкой чтобы они и пропеклись но я жду просто когда они немножечко прихватиться сверху и добавлю у меня осталось чуть-чуть теста есть такой способ на те блинчики которые уже прихватились можно добавить второй слой теста они будут еще пышнее немножко осталось один такой у меня получился огромный сегодня такой пухлячок так что-то там меня спрашивали скажите пожалуйста почему целый день кушать особо не хочется а к вечеру нападает джор просто потому что у вас несбалансированное питание нужно организм свой приучить питаться моя сестра она всегда говорила мне что я никогда не завтракал вообще всю жизнь она горит не могу ухожу на работу мне не заставишь я пью кофе и пошла все и когда я и стала объяснять что наш организм нужно приучить к линейности до завтра к нам нужен обязательно чтобы потом во второй половине дня нам не хотелось есть она стала завтракать и сейчас прошел там год и она говорит что я не могу уйти из дому не поев я не могу потом у меня такой жор в течение дня что караул научите себя завтракать научите себя питаться линейно то есть по часам прям вот пока не привыкнете как только вы привыкнете мама это уже не надо будет ваш организм будет подсказывать у нас организм настолько привыкает и адаптируется что вы не пропустите вам будет хотеться есть серьезно когда вы питаетесь неправильно вам как бы и не хочется есть течение дня но реально вечером нападает прям такой аппетит что вы не можете угомониться потому что организму нужны калории он свою энергию у вас потребует поэтому лучше кормить его по часам по времени допустим поставьте себе правило завтрак там 8 потом перекус в 12 или в 11 обед в 2 или там в три часа перекус еще в районе 6 часов и ужин 8 вот по такой схеме питайтесь неделю по питать если вы поймете что ваш организм перестраивается чтобы худеть эффективно нужно есть это действительно так не нужно думать что чем меньше мы едим тем эффективнее мы худеем нет нужно есть много есть но знать что мы едим часто и почему именно нужно часто есть дробное часто питание нужно нам только для того чтобы научиться контролировать свой аппетит больше не для чего но нам не нужно то есть для похудения нужен дефицит калорий неважно съедите вы его за два приема за 3 или за 10 но для того чтобы научиться контролировать свой аппетит найти контакт со своей головой потому что это мозг управляет у нас тем сколько мы едим когда нам хочется есть чтобы найти контакт со своей головой научиться контролировать аппетит нужно перейти на дробное питание временно потом можете опять вернуться на трехразовое питание но вы не пропустите еду уже голова вам подскажет организм вам подскажешь и хозяин давай уже что-то будем есть готовы очень быстро пекутся сейчас я сделаю порцию еще мужу покажу вам как красота получается люблю когда пища выглядит красивыми просто она у нас какая-то полезно люблю чтобы и красивая была еда когда ее приятнее есть да очень вкусненько видите вот такие ладушки получились у меня я сделаю еще один торт для своего мужа я не считаю калорий делаю все ему просто на глаз скажем так все то же самое дубль 2 для тех кто не успел на дубль 1 берем овсянку долгой варки добавляем туда яйцо добавляем яйцо добавляем кефир секундочку кефир я добавляю еще протеин вы можете без него делать просто добавьте туда овсянки побольше так же мы протеин ложечку протеина такую нормальную увесистую да вот так вот даже две мужчинам больше нужно калорий и больше белка однозначно у них мышц больше в организме а мышцы требуют питания в виде аминокислот это белок пол чайной ложечки разрыхлителя посолить посолить не забыть а то будет невкусно не забываем посолить так овсянка яйцо кефир протеин соль разрыхлитель все есть закрываем и буквально минуточку все это пробиваем в блендере ну-ка а ну-ка проверим все чудесно все чудесно и сделаем один большой блин не в виде оладушка один большой блин и внутрь в него можно будет положить начинку какая понравится можно с ягодами сделать как я сейчас все выливаю прямо на сковороду целую порцию будет огромнейший блин это убираем сейчас сейчас я быстренько лишние продукты поубираю кстати когда я пеку блин я пеку на небольшой мощности чтобы он не подгорел но пропекся и закрываю крышечкой ой блин сразу запузырился прям моментально я пока достану сейчас малину достану голубику и помою ягоды можно очень просто и быстро сделать вкусный белковый ягодный соус для этого нужно взять для этого нужно взять просто греческий йогурт вот такой в нем 8 граммов содержания белка добавить ягоды подсластитель и пробить блендером получается именно такой вот ягодный соус я так не буду делать потому что после ковида я молочные продукты запах не переношу то есть для меня йогурт не подходит а мужу сделаю сейчас покажу какие пузырьки появились пузырьки появляются вот на блинчики видите как он вот какие пузырьки появляются все закрываем обратно крышкой сейчас пусть печется так да кстати эфиры мои можно посмотреть в записи на моем youtube канале который называется прощай эксель худей с Натальей Самсонгиной ссылка есть в описании профиля давайте посмотрим что там получается с блинчиком и после этого будем мыть ягоды вот такой толстоватый блин даже не уверена что получится его перевернуть ребят ну прям огромнейший блин поэтому нужно чтобы он еще попекся на небольшой температуре иначе иначе он будет гореть снизу а сверху не пропечется поэтому делаем небольшую температуру закрываем крышкой и буквально еще пускай он пропекается чтобы он стал сверху таким не сырым скажем так да все оставляю его пропекаться а сама помою ягоды быстренько давайте вам покажу какие ягоды я покупала красивые вчера у нас на рынке это голубика малина сейчас самый сезон чтобы покупать ягоды самый сезон для ягод смотрите голубика вот такая крупная ну тут такое освещение что вы не видите она такая нормальная как голубика сизая вот малинка тоже ой сейчас я все помою здесь освещение такое что мне кажется цветопередача не передает красоту моих чудесных ягод но поверьте они очень вкусные и сладкие и будут с салатушками с блинчиками само то сочетаться что там у нас о отлично отлично блин становится уже таким суховатым сверху это значит что его вполне уже можно перевернуть сейчас я вам покажу один метод как я переворачиваю такие большие блины так вот в сторонку уйдут сюда переставлю штатив чтобы вы видели как я буду переворачивать блин смотрите некоторые используют тарелку если я вот так сразу возьму блин он треснет пополам разломается я делаю это вот так беру крышку от сковороды на нее отправляю блин и потом делаю и все надеюсь вам было все видно вот такой способ как блин перевернуть очень быстро при помощи крышки так что мы готовим сегодня у нас овсяно-притеиновые оладушки а у мужа блин ягодный соус у мужа то есть греческий йогурт с ягодами а у меня просто ягоды потому что я не могу есть молочные продукты после ковида ну в сыром виде если я их добавляю как вот мы добавляли сейчас блин в виде кефира термическую обработку пройдет и будет все вкусно то нормально а если бы я просто так взяла греческий йогурт и ела не могу он не запах прям убийственный казалось бы вот голубика садово а столько мусора на ней это вообще ягоды очень классный продукт потому что они сладкие вкусные но низкокалорийные то есть это полезная сладость которую мы можем себе позволить каждый день мне нужно снять блинчик иначе быть в беде красивый такой блин румяный получился смотрите какая красота да пухленький какой вот такой блинчик протеина овсяновый овсяно-протеиновый лучше так сказать сейчас я помою ягоды и повторю вам рецепт так еще помою по моему еще помою малинку малинки-малинки напишите мне пожалуйста какие ягоды вы любите больше всего какие ваши ягоды любимые какие вам нравятся малина кстати может быть такой знаете кисловатой но может быть очень сладкой зависит от сорта я вчера прям с сладенько-сладенько-малинку выбрала на рынке там были разных сортов ягоды мне вот захотелось именно сладенько-малинку я сейчас себе отложу ягоды остальное все сделаем с вами ягодный соус ягодный йогуртный такой соус рецепт на Я уберу ягодки в холодильник, чтобы они не мешали, которые мы не использовали. И практически все у нас будет готово. Обязательно все рецепты сейчас вам повторю и покажу, что у нас получилось все как обычно мы делаем. Готовим овсяно-протеиновые оладушки. Для мужа блин, для меня оладушки с ягодным соусом. Я на дуршлаг ягоди сбросила, чтобы не было лишней жидкости. Перекладываю их в емкость. Добавляю туда две ложечки греческого йогурта. У меня вот такой йогурт сегодня. Вот такой. Двухпроцентный. Он есть пятипроцентный, но он будет более калорийный и двухпроцентный. И туда добавляю подсластитель. Это я мужу делаю такой ягодный соус. Сама просто поем ягоды. Вообще с удовольствием поела именно с йогуртом. Любила раньше йогурт, но реально после того, как переболела ковидом, все, не могу. Настолько поменялись вкусовые. Смотрите, какая красота. Сейчас я вам покажу. Даже просто ягоды перемешать. Я не знаю почему, но мне кажется, это так эстетично и так красиво выглядит. Прям аппетитно. Не знаю. Малина, голубика и йогурт просто перемешала. Уже красиво, да? Но сейчас я это возьму и пробью еще блендером до однородности. И получится такая однородная. Однородный соус ягодный. Не просто вот так вот, а будет однородный ягодный соус. Я тоже пишет нам Вера сделала овся на блин. Здорово. А если вы будете добавлять еще протеин, то ваши блины станут еще более полезные. Потому что в них будет достаточное количество белка. Они будут вас насыщать еще дольше. Так, я беру блендер погружной. Сейчас одну секундочку достану его. Ребята, советую прикрыть, что мой блендер под настроение. Ребят, вот такой у меня погружной, как дикий зверь. Иногда, не всегда, но такое бывает. Я вас предупреждаю. Потерпите буквально минутку или убавьте громкость. Поехали. 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 закончили как раньше в детском садике делали зарядку раз два три четыре закончили и мы с вами закончили делать ягодный соус кстати я не стала пробивать полностью полностью до однородности потому что мне захотелось чтобы все-таки кусочки я тоже попадались это будет вкуснее и красиво даже для красивой сервировки было бы листики мяты у меня мяты сейчас нет поэтому будет просто с ягодами будет тоже очень вкусно все вам покажу и конечно же повторю все рецепты свою порцию я взвешиваю я записывала сколько я использовала там чего при приготовлении потом вам повторю и сейчас просто я взвешу сколько я буду использовать я буду они нам на 52 килокалорий голубика 35 килокалорий так 50 граммов малинки у меня ровно получилось вы можете добавлять орешки допустим там на смотрите орешки будут более калорийные чем ягоды добавлять просто сегодня мы делаем сладкий завтрак если бы мы готовили не сладкий овся на блин то можно было бы добавлять творожный сыр рыбку простой сыр жареное яйцо то есть вариантов очень много когда вы знаете основу как готовить когда вы всегда можете выбирать вариант 70 граммов колубики 50 граммов малинки сейчас мы сделаем красоту тоже и можно начальник я вам покажу пока красота увеличивается завтрак себе завтрак мужу готов полезные вкуснейшие овсяно-протеиновые блинчики у нас получились так все готово всем привет кто присоединился пока я тут занималась сервировкой соусом рада вас всех видеть сегодня как обычно со мной на моей кухне до сегодня готовим вместе как всегда у меня что-то вкусное и полезное вы спрашиваете если у меня дети есть моей дочке 15 лет так я переключаю камеру и показываю вам нашу красоту что у нас получилось сейчас смотрите расскажу все рецепты что получилось красота вот овсяно блинчик для мужа что-то у меня цветопередачи я надеюсь что у вас выглядит все именно вот на эту камеру когда переключаю не на фронтальную она обычную кажется все темнее на самом деле все просто шикарно выглядит видите как цвет скачет меняется все выглядит красиво ничего не подгорело все такое румяненькая аппетитная да а вот моя порция увидите у меня не знал вам темно а мне вообще красота красотой выглядит порция моя давайте я вам выйду на свет божий на балкон и покажу другая будет цветопередача вот сколько ягод вот какие блинчики у меня получили заодно вы мою кухню посмотрели и так рассказываю что мы использовали и в каком количестве для завтрака для своей порции вот это моя порция я использовала овсянку долгой варки хлопья овсяные долгой варки 30 граммов туда же добавила одно яйцо у меня она была 52 грамма соевый изолят это белок соевый белок протеин видим муки такой 10 граммов и 60 граммов кефира полтора процентного также я туда добавила подсластителя а а нет себе не добавляла подсластитель я добавила разрыхлителя пол ложечки чтобы наши блинчики получились пышными все перемешала в блендере пробила и выпекала на небольшом количестве масла буквально кисточкой тоненько-тоненько помазала сковородку молекулярным слоем у меня получились вот такие овсяно-протеиновые панкейки блинчики я добавила 70 граммов голубики 50 граммов малинки все у нас здесь есть все у нас есть углеводы это и ягоды в том числе потому что они сладкие и овсянка это тоже углевод у нас есть жиры потому что я использовала яйцо желток в яйце это жиры и у нас есть белок белок здесь добавлены в виде соевого изолята а также я лично белок получился сбалансированный прием пищи также есть клетчатка клетчатка у нас из овсянки потому что она долгой варки ну то есть сложный углевод и клетчатка в виде ягод вот такой классный завтрак у нас получился у мужа рецепт блинчика точно такой же только пожарено большим блинам одним и потом разрезано на вот такие порции и сделала ягодный соус использовала вот такой вот греческий йогурт двухпроцентный с повышенным содержанием белка и ягоды малину и голубику пробила в блендере добавила подсластитель все наши две порции готовы я ем без йогурта не из-за того что я там избегаю наоборот добавила бы это еще дополнительно белок но после перенесенного к вида не могу запах переносить поэтому я ем вот такую порцию а муж вот такую порцию все потом я внесу в свой в свою программу колоризатор все пересчитаю сколько калорий у меня получится калорий здесь будет немного я вам точно говорю до 400 калорий получится данный завтрак даже меньше вот то есть питаться можно вкусно красиво видно что ничего не пригорело все очень красиво смотрится ничего не пригорело вот такие у нас порции красивых завтрак спасибо большое кто мне желает приятного аппетита сейчас сделаю чайок или копеек еще и буду завтракать все свои эфиры я сохраняю на своем youtube канале вы можете посмотреть в записи переходите описание ссылка в описании профиля здесь на в тик ток подписывайтесь на меня в тик ток подписывайтесь на меня на ю тубе если вам нужна моя профессиональная помощь как специалиста по питанию составить свой рацион ежедневно сбалансировать рацион составить меню для похудения для снижения веса либо же для набора пишите мне в директ в личное сообщение мы с вами пообщаемся или вы хотите приобрести готовые меню которые уже просчитаны сбалансированы просто чтобы брать ничего не придумывать брать готовить и вкусно питаться также напишите мне в личное сообщение все рада было вас видеть как обычно провести это утро с вами пообщаться поболтать на темы о вкусном и полезном питании жду вас снова свои эфиры я провожу практически ежедневно приблизительно в районе восьми часов это без 20 без 15 начинаю и мы с вами в течение часа общаемся все всем приятного аппетита хорошего дня хорошего настроения